Привет, друзья! С вами снова Дмитрий и продолжаются работы в моем СИП-доме по отделке, по внутренней отделке. И вот уже некоторые комнаты, некоторые помещения уже отделаны одним слоем гипсокартона и решил я заняться электрикой, то есть проводкой электрики уже непосредственно в стенах и в гипсокартоне. Но у меня возникло два варианта. Первый это положить просто провод на лист гипсокартона, прикрутить его и сделать второй слой гипса, потом заштукатурить, чтобы провод получился полностью в нише из гипсокартона, из негорючего. Вот это один момент. Второй момент, как бы это долго и дорого, сейчас опять обивать весь дом вторым слоем гипса. Я подумал, что можно было бы как-то прорезать штрабу маленькую, есть специальные штраборезы маленькие, там на 3-5 мм прорезать. Гипс у меня здесь 12,5 мм, поэтому как бы все равно провод будет утоплен в гипсе и заштукатурить. И опять получится примерно то же самое. Другой вопрос у меня возник, это часть стен у меня внутренние перегородки, которые, как вы знаете, у меня каркасные, по каркасной технологии. И в них нет никаких проблем залепить туда любые розетки. Но также есть у меня и наружные стены, в которых тоже нужно сделать розетки. Поэтому возник вопрос в том, что если сделать в один слой гипса, то подрозетник будет слишком глубоко утоплен в наружную стену и толщина уплотнителя, соответственно, уменьшится. И, возможно, промерзание какое-то или холодный, ну не воздух, а холодный, как-то холодом будет дышать. И решил я провести эксперимент по поводу, как будет выглядеть толщина подрозетника в наружной стене. Электрикой я решил заняться, начать оборудовать электрику со своего гаража. Сейчас я им уже достаточно активно пользуюсь, заезжаю сюда на машине, делаю какие-то дела. Тут небольшой верстачок себе соорудил, полочка, старые всякие штуки-дрюки. Ну вот такой вот стол, там я работаю, и розетки у меня пока нету, выглядят вот просто пока навесил выключатель. И хотел сделать, то есть уже как бы в подрозетник и в стену. Но стена здесь у меня без отделки, и там сразу, то есть это уже уличная стена, наружная. То есть если сделать здесь дыру, ну как бы потеряю в утеплении наверняка, потому что розетки хочу сделать там 4-5 розеток. Я не знаю, как скажется на прочности этого дела, все стены, как будет по теплу себя это вести. Поэтому в гараже я решил сделать все-таки накладные. Вот такие вот розетки я сделаю, пока они так еще стоят. Но вот сниму, и будет такая вот 4-5 контактная группа там по всему гаражу. Ну там у меня выводы есть, там вот они вот так вот пока висят. Вот. И вот сейчас я хотел провести эксперимент, посмотреть как будет толщина подрозетника. В СИП-панели выглядеть. Ну это вот, как видите, сейчас я пропилю отверстие, вставлю. Посмотрим, насколько уменьшится само сечение стены наружной, чего хотелось бы избежать. Вот. Потом положу гипс, тоже просверлю его, и посмотрим уже на толщину. Ну как видите, уже значительно меньше получается. Будет вот. Ну с точки зрения утеплителя, будет здесь значительно лучше. Ну сейчас я хочу просто наглядно все это сделать и посмотреть. Так это прикидываю, а вот как она будет уже вот, ну как бы, на стене, сейчас посмотрим. И так, случилась у меня небольшая заминка с патроном для дрели. Об этом я расскажу где-то в этом видео. Вот. И так, давайте продолжим. Так, вставляем. И так, давайте просверлим нашу ОСБ. И так, мы просверлили, и теперь будем сравнивать толщину. Мне раньше всегда казалось, что подрозетники все стандартные, но оказалось, что есть и низкие. Вот такие вот. То есть, это диаметр 68 на 60 миллиметров, этот 68 на 45. То есть, вот, как видите, 15-1,5 сантиметра, вот он меньше. И так, давайте глянем. Вот, так вот это вставляется. И вот представьте себе, вот СИП-панель вот такой толщины, и утеплитель будет, ну, совсем тут мало. То есть, сквозь подрозетник, через розетку будет проходить холод. Но, опять же, даже хоть и пенопласт не впитывает влагу, все равно точка росы будет где-то здесь, там, влага, плесень, там, не дай бог, там, еще что-то. Ну, поэтому сейчас будем продолжать эксперимент. Сейчас я сделаю имитацию, как у меня сделано в доме. То есть, я сейчас еще набью сюда подложку для ламината, потом наложу гипсокартон, один-два слоя, и посмотрим на толщину, как будет выглядеть толщина. Вот, видите, это уже поменьше. Сейчас, наверное, вторую дырочку сделаю, отверстие, чтобы можно было сравнить. Хватит. Итак, в один слой у меня получилось. Давайте сейчас пропилим и посмотрим. Это вот такой вот пирог стены. Кстати, один небольшой совет. Когда пилите гипсокартон, то можно пилить его не по зубчикам, а в обратную сторону как бы. То есть, он материал мягкий, режется хорошо, и никаких отрывов, вырвов, когда в обратную сторону дрель на реверс ставите, то есть, он достаточно ровненько, красивенько отрезается. Итак, как можете видеть, в наружной стене получается вот такая вот толщина. То есть, утеплителя здесь больше, явно, чем здесь получается. Поэтому на наружные стены надо использовать коротенькие подрозетники. Но у меня вот сейчас такая возникла мысль, а если сделать все-таки второй слой гипсокартона, сейчас мы его накрутим и проверим, как будет это выглядеть уже наглядно на нашем образце. Итак, давайте продолжим. Вовсе не важно, какими шурупчиками я закручиваю саморезиками, нам нужно, главное, только понять толщину. Поэтому я тут закручиваю то, что у меня осталось, мелкие там эти шурупчики. Итак, наше отверстие готово. Смотрим, что у нас из этого получается. Ну вот, можете видеть сами. Коротенький подрозетник практически полностью утопился. То есть, утеплитель в стене практически не страдает, как видите. Ну, здесь достаточно все-таки много торчит. Ну, плюс еще здесь, видите, с этой стороны еще на миллиметр где-то, наверное, все-таки подрозетники выступают. То есть, если в этом случае тут миллиметр будет чуть-чуть торчать и глубже зайдет на миллиметр, то как бы не особо критично. А вот в этом случае уже достаточно будет критично. Ну, вот такой вот получился эксперимент. Скорее всего, я буду докупать еще гипсокартона, чтобы все-таки наружные стены, где будет электрика, сделать все-таки два слоя гипсокартона, чтобы все-таки минимизировать любые проникновения холода и с внешней стены. Во внутренних перегородках нет проблем. Любые там можно будет устанавливать любые подрозетники, потому что у меня каркасные перегородки. И не вижу никаких проблем, то, что уставить подрозетники длиннее. Неважно уже. Ну вот, собственно, о чем я и хотел вам рассказать в сегодняшнем ролике. Поэтому думайте, принимайте решение. Скорее всего, два слоя гипсокартона для СИП-дома. Хочешь, не хочешь, а надо будет делать. А на этом все. Подписывайтесь на канал. Расскажу еще что-нибудь интересное. А пока, пока. Спасибо, что смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok